Здравствуйте, уважаемые студенты! С вами я, преподаватель по химии Петербургического колледжа иностранных языков Баймуда Жамиля Амагильдиевна. Тема урока альдегиды и кетоны. С вами будем рассматривать следующие пункты. Общая характеристика альдегидов и кетонов, их гомологический ряд, алгоритм составления названия альдегидов и кетонов, виды альдегидов и кетонов в зависимости от углеводородных радикалов и их применение. Цель урока. Обобщить и систематизировать знания о карбонильных соединениях на основе сравнительной характеристики строения альдегидов и кетонов. Уметь составлять структурные формулы изомеров и назвать их по международной номенклатуре. Уметь создать названия альдегидов и кетонов. Соединения, в молекулах которых имеется карбонильная группа, относится к оксосоединениям. Если она соединена с атомом водорода и радикала, то мы получаем вещества, которые называются альдегидами. Если карбонильная группа соединена с двумя радикалами, то мы получаем вещества под названием кетоны. В названии вещества по международной номенклатуре альдегиды отражаются с суффиксом аль, а кетоны с суффиксом он. Общая формула альдегидов Пользуясь этой общей формулой альдегидов составим гомологический ряд этих соединений и их назовем по международной номенклатуре, а также их назовем тривиальным названием. Вот такую вот таблицу я начертила. Теперь составим. Если вы помните как мы научили алканов, нам помогает вот эта вот нумерация. По нумерации мы знаем что первое это метан, этан, пропан, бутан, пентан, дександр. У альдегидов название почти так же, но туда добавляется суффикс аль. Давайте составим первую формулу. Вот по этой формуле CH2O. CH2O Давайте теперь составим структурную формулу. Вот такая вот структурная формула. Первое у нас по международной номенклатуре. Туда добавляем просто суффикс аль. И так у нас получается метаналь. Либо можно назвать антигид метана. Так, второе. Знаем, да? Уже нумерация по номеру вторая. Второй углерод. C2, то есть два углерода. С2 по этой формуле. H4O. Структурная формула. Можете даже посчитать, сколько здесь углеродов. Так, раз, два. Два углерода. Три водорода. Здесь один. Четыре водорода. И кислород один. Так, второе у нас называется, если помним, что в гомологическом ряду алканов, второй называется этан, да? Туда добавляем аль. Этаналь. Этаналь. Третье. С3H6O. Структурная формула. Почему мы сначала пишем здесь водород, да? Потому что у нас соединение идет от углерода. Вот поэтому мы пишем сначала водород, потом углерод. Третье у нас пропаналь. Так, идем дальше. Смотрите, здесь везде, где мы писали, вот здесь H, начиная со второго, CH3, да? Если вы помните, это метил, метильная группа. Здесь этиль. Мы с вами учили, вспомните. Так, здесь как мы составим структурную формулу, сначала пишем метильную группу, затем открываем скобочку, туда пишем CH2 дважды. Везде, начиная с четвертого, дальше, в скобочку пишем обязательно, ну, до скобки пишем CH3-мительную группу, затем в скобку CH2 и здесь идет вот так. Так, сейчас я вам до конца покажу. Дальше у нас вот эта карбонильная группа пишется без изменений. Так, четвертое у нас называется бутональ. Так, дальше, пятое у нас, пишем, ой, сначала составим формулу CH5-H10. Сначала пишем метильную группу CH3, скобочку CH2 и здесь идет по порядку. Здесь два, дальше у нас получается три. Это очень легко запомнить таким образом. Так, давайте с вами посчитаем, правильно ли у нас количество углерода, водородов и кислорода. Так, один, два углерода. Так, здесь трижды, тогда три. Значит, углерод пять. Водород здесь три, здесь умножаем. Шесть, шесть плюс три, девять. Здесь есть один, десять. И кислород один. Так, это у нас пятое, да, называется пентональ. Так, позже покажу вам тривиальное название. Следующий у нас CH6, H12, CH3, также CH2 и карбонинная группа. Здесь тоже давайте посчитаем. Раз, здесь четыре, пять, шесть углерода. Так, три, здесь восемь, одиннадцать, двенадцать водорода и вот кислород. Это у нас кексаналь. Так, теперь смотрите, тривиальное название. Первое у нас было метаналь. По тривиальным названиям называется муравьиный альдегид, либо фармальдегид. Следующий этаналь, уксусный альдегид, либо ацетальдегид. Пропаналь, пропиновый альдегид. Бутаналь, масляный альдегид. Пентаналь, валериановый альдегид. Гексаналь, капроновый альдегид. Давайте мы с вами назовем вот эту структурную формулу. Для этого есть алгоритм составления названия альдегидов. Для начала надо найти главную углеводородную цепь. Это, если вы помните, самая длинная цепь. У нас в данном случае вот этот цепь. Потом надо пронумеровать атомы углерода в главной цепи, начиная с атома углерода альдегидной группы. Вот это у нас альдегидная группа. Значит, мы пронумеруем, начиная с этого в эту сторону. В конце названия теперь надо будет называть соединение по алгоритму для углеводородов. Если вы помните, у нас есть метильная группа. Вот это, вот это, вот это. У нас их три. Самый ближайший вот ко второму углероду. Вот это, вот это. Значит, пишем. Два, вот это ко второму соединено. Два, потому что вот это тоже ко второму соединено. И четыре. Вот этот метильная группа соединено к четвертому углероду. Общее количество метилов у нас три, да? Поэтому три метил. Три метил. Так, давайте посчитаем. У нас пять, да, углеродов. Значит, пентан. И в конце названия надо дописать просто суффикс аль. Кетоны межклассовые изомеры альдигидов. Поэтому их общая формула CNH2NO. Мы с вами уже говорили, что кетоны имеют общую функциональную карбонильную группу. К ней присоединены два радикала. Одинаковые или разные. Так, давайте теперь составим гомологический ряд кетонов. CH3C. Двойная связь кислород. CH3. его название ацетон. Диметилкетон. Почему диметилкетон мы с вами знаем, да? CH3 это метил, метил их два. Поэтому диметилкетон. У них еще есть название по международной номенклатуре. Пропан. Пропанон. Почему пропан? Потому что мы с вами уже говорили, в гомологическом ряду алканов, третье у них является пропаном, да? где три углерода. В данном случае у нас тоже три углерода и шесть водорода и кислород. Поэтому пропан и к нему прикрепляем суффикс он. Следующий. Когда мы с вами составляли гомологический ряд алканов, ой, альдегитов, мы с вами пронумеровали. В данном случае надо будет тоже пронумеровать. Видим, что у нас четыре углерода. В гомологическом ряду алканов, где четыре углерода, называется бутан, да? Вот поэтому их название по международной номенклатуре будет два бутанон. Почему два бутанон? Потому что вот карбонильная группа на втором кислороде. ой, извините, на втором водороде. Два бутанон. А рациональное название метилэтилкетон. Следующая. Здесь тоже надо пронумеровать. Так, мы видим, что есть тут метил, да? И общее количество углеродов пять. Поэтому метилпропилкетон. Так, по международной номенклатуре название будет два бутанона. Следующая. CH3, CH2, 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 CH3. В данном случае надо будет пронумеровать с этой стороны. Или с этой стороны, без разницы. Там одинаково. Почему? Потому что... Давайте тогда с этой стороны. По-любому у нас вот эта карбонильная группа находится в серединке. Вот поэтому я говорю. Так. Название. Диэтилкетон. А по международной номенклатуре трипентанон. Вот так мы с вами заполнили эту таблицу. В зависимости от строения углеводородных радикалов альдегиды и кетоны бывают алифатическими, алициклическими и ароматическими. Так. В этом ряду альдегиды, а в этом ряду кетоны. Давайте сначала рассмотрим альдегиды. К алифатическим альдегидам относится ацетальдегид. Ацетальдегид это по-другому называется этаналь, либо уксусный альдегид. Его формула C2H4O. Это жидкость с резким неприятным запахом. Этот уксусный альдегид является ядовитым веществом. К алициклическим относится циклогексанкарбальдегид. А к ароматическим относится бензальдегид. Бензальдегид, его формула C7H6O, либо C6H5CHO. Это простейший альдегид ароматического ряда. Бесцветная жидкость с характерным запахом горького миндаля или яблочных косточек. Теперь кетоны. К алициклическим кетонам относится ацетон. Это летучая бесцветная жидкость с резким запахом. К алициклическим кетонам относится циклогексанон. Его формула C6H10O с запахом ацетона или мяты. Бесцветная маслянистая жидкость. К ароматическим кетонам относится бензофенон. Бензофенон обладает свойством поглощать и отражать излучение кетонов. Метаналь, муравийный альдегид, формальдегид. Это бесцветный газ с резким запахом. Формальдегид очень недовитое вещество. 40% водный раствор формальдегида называется формалином. Он используется как дезинфицирующее средство. Получение феналформальдегидных смол. Получение мочевинноформальдегидных смол. Синтез лекарственных средств. Консервант биологических препаратов. Полиоксиметиленовые полимеры. Следующий у нас этаналь. Уксусный альдегид. Либо ацетальдегид. Это жидкость с резким неприятным запахом. В промышленности из уксусного альдегида получают уксусную кислоту, пластмассы и ацетатное волокно. Уксусный альдегид тоже является ядовитым веществом. Ацетон, диметилкетон. Летучая бесцветная жидкость с резким запахом. Ацетон используется как растворитель для лаков, в производстве кинопленки, искусственного ацетатного волокна, пероксилина. Кроме того, ацетон является сырьем для получения других кетонов. Уксусного альдегида, органического стекла и т.д. Альдегиды и кетоны, встречающиеся в природе. Ванилин в бобах ванили. Бензальдегид в миндальных косточках. Коричный альдегид встречается в корице. Жасмон встречается в жрасмине. Структурные формулы вот указаны. Ацетон, который используется как растворитель для лаков. Думаю, это всем известно. Применение уксусного альдегида. Мы с вами уже говорили, что из уксусного альдегида получают уксусную кислоту, пластмассы и ацетатное волокно. Также сухой спирт. Уважаемые студенты, выполните данные задания в тетрадь. Напишите структурные формулы следующих соединений. Можете отправить мне на почту, либо загрузить в портал. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok